Будет делаться дренажная система, сразу это было одним из условий. Из электрички в автобус, пристанционную площадь у платформы Загорянска отремонтируют в ближайшие месяцы. Исполняющему полномочия главы городского округа Щелкова Сергею Горелову показали проект реконструкции транспортно-пересадочного узла. Он предполагает изменения в организации автомобильного и пешеходного движения. Сейчас площадь перед платформой Загорянска представляет собой большую стоянку. Но уже через некоторое время здесь организуют круговое движение и станет удобно пассажирам высаживаться на автобусной остановке. Со дня на день начнется первая из двух этапов реконструкции площади – дорожные работы. На следующий год предусмотрена организация парковки для личного транспорта. Меняем асфальтовое покрытие, избавляемся от стоков воды, делаем пешеходные зоны для людей, чтобы доступным был проход. Вот. Ограничиваем заезд сюда частного транспорта, делаем полноценный разворотный узел для общественного транспорта. Скоро состоятся торги по выбору исполнителя работ. На площади функционирует система видеонаблюдения, изображения с камер записываются, прорабатывается вопрос о включении локаций в единую систему «Безопасный регион». Торги 22 июля, и я думаю, что в течение месяца полутора подрядчик выполнит работу. Престанционная площадь после дождей практически наполовину заливается водой, что создает неудобства как жителям, так и автотранспорту, которые там паркуются. Престанционная площадь – не единственный объект, который осмотрел Сергей Горелов в Загорянском. В лесном массиве, примыкающем к домам 102 и 103 по улице Ватутина, предполагается устройство парком, за который ратует большая часть жителей. Этот зелёный объект – один из пяти, приоритетное в благоустройстве, и сейчас на портале Добродел он борется за право быть реализованным в ближайшие пять лет. На улице Димитрово, 47, работают спортивные секции по месту жительства. Руководство Загорянского дома культуры выполнило ремонт в помещениях, и теперь здесь можно заниматься танцами, фитнесом, йогой, аэробикой, рукопашным боем. Обучение ведут профессиональные тренеры. В этом же доме разместились Загорянская муниципальная служба ЖКХ, военно-учетный стол управляющей компанией. В день выборов здесь голосуют избиратели. По их же просьбе, одно из помещений переоборудуют под аптечный пункт. Мне докладывал руководитель Железняк о том, что есть необходимость по просьбе жителей оборудовать аптеку. А для этого он внес предложение по перемещению определенных подразделений из одного здания в другое. Поэтому сегодня здесь посмотрел... Аптека важнее? Аптека, конечно, важнее. По инициативе жителей дома 5 по улице Кооперативной во дворе появилась детская площадка с горками и качелями. Осталось наполнить песочницу. Жителям подарок от муниципалитета понравился. «Было несколько собраний, согласовывали. В принципе, все довольны, нареканий никаких нет. Ну, остался штрих, это песочница и дорожки. Все, что нам нужно». Привезти песок и сделать удобным подход к игровому пространству строители площадки обещали на днях. Лето еще в самом разгаре. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».